История одна из самых недооцененных наук. Она может дать ответы на то, как люди в прошлом боролись с эпидемиями. Она может показать ошибки, вроде рабства, которые человечество совершало в прошлом, чтобы не допустить их в будущем. Но вместо этого большинство учебников концентрируется на политике и превращает науку в скучную хронологию дат принятия законов и международных отношений. Мы создали этот канал, чтобы популяризировать полезные аспекты истории. А с войной лучше знакомиться не в жизни, а в тех же играх. Взгляните на War Thunder. В динамичном онлайн-экшене можно ознакомиться с историей ключевых битв столетия, погрузившись в шкуру водителя Т-34 Сталинградской битвы или пилота Ил-2 на полях Второй мировой. В более чем полутора тысячах единиц военной техники имеются разные эпохи. Самолеты, танки, корабли и вертолеты улучшаются, настраиваются и принимают участие в достоверных битвах Примиком из 20 века. Благодаря современной графике и продвинутой физике эффект погружения создается невероятный. А широкая география подчеркивает преимущества. Битвы разворачиваются по всему миру, от Аляски до старых российских деревушек. Элемент стратегии никто не отменял. Решить исход любой битвы можно благодаря хитрым ходам. Так что мы горячо рекомендуем бесплатно скачать War Thunder по ссылке в описании и получить бонусы для легких побед в начале игры. Коронавирус – страшное заболевание, которое в последний месяц красуется на всех заголовках интернета. Что правда о современном заболевании, а что нет? Это тяжелый вопрос, на который ответят ученые. Наше дело – история. А история способна показать, что человечество не раз сталкивалось с подобными, а то и более ужасающими эпидемиями. Изучив чуму, испанку и другие массовые заболевания, можно четко понять, как меры предосторожности сделали нашу жизнь безопаснее. А еще учесть страшный опыт прошлого, чтобы понять, как бороться с подобной заразой в будущем. Сегодня у нас в гостях будет сразу несколько ребят. Первый – Сократис Папастотопулос. На дворе 544 год нашей эры и Сократис – простой строитель. Вместе с тысячами работяг он строил собор Святой Софии, который на тысячу лет войдет в историю как крупнейший христианский храм в мире. Он стоит здесь и по сей день, исполняя функции музея посреди Стамбула. А также является памятником Золотому веку Римской империи. Если точнее, Восточной Римской империи, или как ее принято называть – Византии. Рим пал и разделился на две самостоятельные части – западную и восточную. Но это не означало закат от цивилизации. Напротив, во времена правления Юстиниана Византия переживала Золотой век. Строились соборы, а Константинополь быстро превратился в самый крупный город планеты с населением почти в полмиллиона человек. Если что, на тот момент население Земли не превышало цифру в 400 миллионов. Наш Сократис логично решил остаться в Константинополе и подрабатывать строителем на различных подрядах. Но вот беда. Торговцы, прибывающие из Египта по тысячи в день, рапортовали о загадочной болезни. Некоторые люди покрывались бубонами, с которыми вы прекрасно знакомы по нашему ролику «Чумного доктора». Некоторые страдали кровохарканьем, а самая ужасающая разновидность болезни заключалась в том, что полностью здоровый человек просто падал на ровном месте и умирал. Наш Сократис умный парень, который понял, что раз торговцы видели больных, значит, с ними говорить не стоит. А заодно стоит сжечь одежду, хорошенько вымыться и изолировать жилище. Это полностью верное решение, ведь Сократис столкнулся с первой пандемией человечества, чумой, которая позже войдет в историю как Юстинианова. Решение Сократиса блестящее. Ведь именно торговцы из Египта и привезли в Европу зараженных чумой блох, которые устроили апокалипсис. В 544 году в Константинополе ежедневно умирало от 5 до 10 тысяч человек. Город, совсем недавно переживавший золотые годы развития, опустел. Византийский писатель Прокопий Кесарийский описывал город во время Юстиниановой чумы так. От чумы не было человеку спасения, где бы он ни жил, ни на острове, ни в пещере, ни на вершине горы. Много домов опустело, и случалось, что многие умершие за неимением родственников или слуг, лежали по несколько дней несожженными. В это время мало кого можно было застать за работой. Большинство людей, которых можно было встретить на улице, были те, кто относил трупы. Вся торговля замерла, все ремесленники бросили свое ремесло. Но хуже всего, что люди бежали из зараженного города, тем самым разнося заразу дальше. Как позже выяснят историки, Константинополь и вся Византия пострадали от той же формы чумной палочки, которая позже получит имя бубонной. У людей также возникали болезненные наросты, как снаружи, так и внутри. А тот случай о полностью здоровом с виду человеке, который упал и умер, это проявление чумы в септической форме. В подобном случае бактерии попадают не в органы, а в кровь. Какое-то время человек чувствует себя хорошо, но внутри он уже не жилец. Юстинианова чума унесла от 40 до 66% населения Константинополя. Более 200 тысяч человек. Обижавшие от болезни люди распространили ее, и жертвами в итоге стали 66 миллионов человек. 15% населения планеты. Наш Сократис умный парень. И он усвоил из Юстиниановой чумы уроки. Первый. Необходимость санитарных инспекций всего, что входит в город. Второй. Локализация эпидемии. Ведь как бы не было грустно находиться в зараженном районе, людей все же стоит изолировать, чтобы не распространить болезнь дальше. Ну а третий урок. Отсутствие паники. Уход за жилищем, гигиена и минимум контактов – залог безопасности во время любой болезни. Об этом расскажет наш другой гость. Серхио Бускетс. На дворе май 1918 года и Серхио – полицейский в небольшом городе Жирона, что находится на северо-востоке Испании. Бускетс хотел защищать хороших людей от плохих, но вышло так, что причина, по которой он третий месяц на службе без выходных – грипп. К традиционным для зимы обострениям подобных заболеваний люди, казалось бы, привыкли. Зимой люди часто кашляют. И пусть ОРВИ и медицинские термины придумали позже, проблемы, связанные с вирусами, были людям знакомы. Только вот понимания самой структуры вирусов не было. Его нет и сейчас, что видно на примере коронавируса. Но мы хотя бы знаем, почему так происходит. Вирус – очень мелкая штука, способная присасываться к клеткам и перенастраивать их под свои нужды, нанося организму урон. А параллельно еще и мутировать. Причем мутировать абсолютно случайным образом. Именно поэтому нет универсального укола, который спасет от всего. Сегодня вирус может оказаться обычным знакомым медиком ОРВИ, а завтра мутировать и превратиться в испанку или абсолютно новый вид. Именно испанкой люди позже назовут болезнь, с которой столкнулся наш Серхио Бускетс. С биологической точки зрения она похожа на современный коронавирус. По факту речь о гриппе, но об ужасающе смертоносном гриппе. Зимой-весной 1918 года каждый третий испанец испытывал схожие симптомы. Синий цвет лица и кожи, кровавый кашель, пневмония. Испанкой переболел даже король Альфонсо XIII. А беда в том, что болезнь развивалась слишком быстро. Сам по себе вирус не убивает, он просто доводит организм до такой степени, на которой он ломается и не справляется с функциями. Самая частая причина смерти, вызванная испанкой – внутрилегочное кровотечение. Летальность среди зараженных ужасает. Временами она достигала 20%. То есть погибал каждый пятый. А теперь вспомните сообщения о закрытых аэропортах, границах и изоляции территории Китая, где сейчас бушует коронавирус. Кто-нибудь знал о таких мерах безопасности в 1918-м? Знали, но не рассчитали степень необходимого контроля. Работа нашего Серхио – следить, чтобы люди не выходили на улицы, не мародерствовали и, конечно же, использовали маски. Во время испанки пассажиров пускали в трамвай только в них. Как оказалось, позже эта мера помогала на уровне подорожника. Но это лучше, чем ничего. Особая беда в транспортном буме. На тот момент уже были развиты поезда, корабли и даже дирижабли. Люди больше не передвигались пешком или на лошадях. Транспортная сеть была прекрасной. А бегущие от испанки люди, как и во времена Юстиниановой чумы, несли ее за собой. Особая изюминка Первая мировая. Если что, на момент, пока наш Серхио Бускет следил, чтобы люди на улицах носили маски, Германия, Франция и Англия продолжали убивать друг друга на полях сражений. А теперь представьте, как быстро распространялась испанка в условиях, когда сотни тысяч солдат маршируют, спят в грязных окопах и убивают друг друга. Причина, по которой грипп назвали испанским, в том, что он особо бушевал именно в этой стране. Но есть и другое мнение. Некоторые ученые считают, что испанка родилась в США и была завезена в Европу. Но дело в том, что принимающие участие в войне стороны соблюдали строгую цензуру. В немецкой или французской газете нельзя было написать об эпидемии на фронте. В обществе резко поднимались антивоенные настроения. А Испания в войне сохраняла нейтралитет. И именно поэтому напечатала объявления об эпидемии в газетах. Испанский грипп бушевал по всей Европе, в США, Африке, Азии и даже в Австралии. Известна записка врача из Мельбурна, который только в один день насчитал сразу 26 похоронных процессий. Так что свое название болезнь получила лишь потому, что Испания не побоялась заявить об эпидемии официально. Заявлять было о чем. В мае 1918 года, когда наш Серхио усиленно пытался установить в Испании порядок, по всей стране болело 8 миллионов человек. Это 39% населения Испании на тот момент. За 18 последующих месяцев в мире болело 550 миллионов человек. Это почти 30% населения планеты. От Испанки погибло почти 100 миллионов жителей Земли. И она успешно превысила потери в кровопролитной Первой мировой. Каждый 20-й житель планеты умер от страшной болезни. И с тех пор за утаивание информации об эпидемиях по всему миру наказание чуть ли не страшнее, чем за убийство. Испанский грипп за 25 недель убил 25 миллионов человек, передвигаясь со страшной скоростью. Люди умирали даже на Аляске, и целые города превращались в руины. Позже ученые изучили вирус и лишь развели руками. Из-за случайной мутации Испанка била даже по людям с хорошим иммунитетом. На тот момент от нее не было защиты. Разве что профилактика с постоянным мытьем рук, изоляцией источников и выходом на улицу лишь в экстренных ситуациях. Будем надеяться, наш Серхио успешно одолел болезнь и перейдем к следующему гостю. Его зовут Эрлинг Холланд, и он немецкий доктор. За окном 1872-й и в Пруссии бушует хоть и знакомая, но ужасная болезнь – Оспа. В начале нашей эры на Ближнем Востоке верблюды одарили людей вирусом. Его назвали Оспой. И в 737 году от него умерло 30% населения Японии. Страшная болезнь, оставляющая рубцы, похожие на шрамы, по некоторым данным, обладает 90% смертностью. Оспа передается по воздуху или при прямом контакте с телом больного. Вирус также не раз мутировал, передавался человеку от коров, и на протяжении всей истории шел бок о бок с людьми. Во Франции в 18 веке полиция, разыскивая человека, в обязательном порядке упоминала, есть ли у него оспенные шрамы. Ведь так или иначе, болел чуть ли не каждый пятый. Некоторые даже считают, что именно оспа устроила бум и превратила Францию в державу-флагман мира косметики. Ведь с помощью румяны белил легко скрыть оспенные шрамы. Эпидемии оспы возникали то здесь, то там. Наш Эрлинг Холланд в основном занимался лечением, бедолаг. Ведь в 1870-х годах каждый год лишь в одной Пруссии умирало до 70 тысяч человек. Эрлинг также вычислил, что каждый год от оспы в Европе умирало более полутора миллиона человек. Хоть болезнь не характеризовалась страшными эпидемиями, медленный и мучительный эффект косил человечество на протяжении столетий. К счастью, во времена Холланда уже знали о существовании вакцин и о том, что человека можно привить легкой версией вируса, чтобы выработать иммунитет. В те времена многие относились к идее скептически. Знали бы они, что их последователи останутся и по сей день. В этом еще один урок нашего видео. Вакцины – это здорово. Ведь благодаря им, унесшие десятки миллионов жизней оспы, в данный момент официально уничтожено. В 1978 году Всемирная организация здоровья подтвердила, что оспы на Земле больше нет. И во многом потому, что миллионы вакцин свели действие вируса к нулю. Правда, канадский вирусолог Дэвид Эванс в 2018 году восстановил вирус оспы. У него не было злого умысла. Дэвид лишь хотел показать, что в наше время ученые способны воскресить любые болезни. И это, пожалуй, главный урок. Природа и так тысячелетиями пытается убить человечество. Однако человечество также усиленно разрабатывает методы умершвления других людей. Атомное, химическое и биологическое оружие совершенны как никогда. И если последствия атомной бомбы будут видны невооруженным глазом, то искусственное сооружение смертоносного вируса может стать концом человечества. Правда, это очень маловероятно. Ведь люди – живучие создания. Три наших гостя убедительно доказали, что человечество переживало страшнейшие эпидемии, даже во времена, когда о медицине знали мало. Сегодня мы знаем гораздо больше, поэтому не поддавайтесь панике коронавируса, друзья. Следуйте простым правилам, описанным как медиками, так и в нашем видео. Поменьше контактируйте с подозрительными личностями, соблюдайте гигиену и избегайте лишних выходов из дома во время локальных вспышек эпидемии. Так гораздо меньше шансов подхватить что-то заразное. Ну а у нас пока все. Будьте здоровы, друзья, и до скорой встречи! Субтитры подогнал «Симон»!